Группировка ОСЛН при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Приволье, Северная окраина, Северодонецка. Продвижение составило 4 километра. Подразделения вооруженных сил Донецкой и Народной Республики сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное. ВОСР продолжая успешные наступательные действия взяли под контроль населенные пункты Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой Народной Республики. Освобожден от националистических батальонов город Балаклеев. Российской армии принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины. В Бородянке, где подразделения украинских националистов размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно покинуть населенный пункт через специально выделенный коридор в направлении Берестянки. Никаких препятствий для выхода мирных жителей в данном направлении российские военнослужащие не оказывают. Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате нанесения удара высокоточным оружием в большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использующийся СБУ для психологических операций против России. Всего за время операции поражено 1612 объектов. Среди них 62 пункта управления узла связи Вооруженных сил Украины, 39 зенитных ракетных комплексов противовздошной обороны С-300, БУК-М1, ОСА, 52 радиационных станции. Также уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппаратов.